Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Я рада видеть каждого из вас у себя в гостях. И если вам нравятся простые рецепты, то конечно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на черный звенящий колокольчик, тогда вы точно ничего не пропустите. Ставьте лайк, делитесь моим видео со своими друзьями, пишите комментарии. Ну а я буду в свою очередь делиться с вами хорошими проверенными рецептами. Ну а теперь давайте будем начинать. Буду варить ткемали и слив. У меня здесь 2,5 килограмма очищенный от косточек сливы. Сейчас необходимо довести до кипения и проварить. Затем буду измельчать погружным блендером. Теперь необходимо измельчить. Я буду это делать погружным блендером. Если у вас нет, то можно протереть через сито. В общем, любым удобным для вас способом. Дальше необходимо поставить на огонь, опять довести до кипения и сразу сюда добавляем сахар, соль по вкусу. Также по рецепту сюда необходима баночка острой кавказской аджики. У меня вот такая. Если у вас такой аджики нету, я в описании под видео напишу классическую смесь приправ, которую использую для приготовления ткемали. Но мне нравится использовать вот именно кавказскую аджику. Вкус получается очень такой насыщенный. И там подобранные все специи очень правильно, как раз отлично подходят для ткемали. И здесь маленькая баночка 160 грамм. Сахара по рецепту необходимо 200 грамм, но я бы рекомендовала добавлять постепенно, так как все зависит от того, какие сливы вы используете. Есть более сладкие сорта, есть более кислые, поэтому ориентируйтесь на свой вкус и соль также добавляйте по вкусу, начиная с пол чайной ложки. Теперь все перемешиваю и буду доводить до кипения. Как закипит, нам необходимо добавить сюда измельченный чеснок, перемешать и разливать горячим по стерилизованным банкам. Чеснока буду добавлять сюда где-то крупную головку. Я поставила уже в кастрюльке воду для того, чтобы прокипятить крышки. Теперь добавляю сюда сушеную зелень петрушки для того, чтобы был красивее внешний вид. Ну и также придаст еще дополнительный аромат. Чеснок буду натирать на мелкой терке. Теперь все перемешиваю, отключаю и буду сразу разливать горячим по стерилизованным банкам. Затем закатываю горячими крышками, переворачиваю и оставляю так до полного остывания, предварительно накрыв чем-нибудь теплым. Попробуйте приготовить. Я надеюсь, вам понравится. Получается на самом деле очень-очень вкусно. Вкус такой необычный, кисло-сладкий. Отлично подойдет и к сырам, и к различным брускетам, и к дичи, и к птице. Им просто можно есть. Ну, в общем, надеюсь, вам понравится. Обязательно пишите, готовите, не готовите. Если готовите, делитесь вашим любимым рецептом. Вот такое количество баночек ткемали в итоге у меня получилось. Здесь по 0,3 литра. И еще у меня получилась одна не целая. Я ее поставлю в холодильник и будем ее уже есть сейчас. И если вам мое видео понравилось, конечно, не забудьте меня поддержать, поставить лайк, написать комментарий. Можете поделиться моим видео со своими друзьями, пускай нас станет больше. Обязательно подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Нажимайте черный звенящий колокольчик, тогда вы точно не пропустите никакое мое новое видео. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok